Библейский портал экзегет.ру представляет на прошлых занятиях 37 главу и сегодня приступаем к 38. 37 глава рассказывал нам о том, как братья продали Иосифа в рабство, родные братья, он к ним относился как к единоутробным, как было сказано у свидетеля Иоанна Златоустова, относился к ним с любовью, он во всем видел промысел Божий, но тут произошло как в том тезисе, что ли, если можно так сказать, или эпиграфе, когда свои же напинали мне по роже, Бог стал мне ближе, еще дороже. Действительно, Иосиф прекрасный, как мы увидим дальнейшую его историю, не только от своих он претерпел обиды, скорби, страданий, даже продажи, продаж в рабство, но и от чужих также. Но во всем, как мы увидим в дальнейшем, Иосиф имел терпение, надежду, смирение, надеялся на Бога. Он, можно сказать словами, которые я часто повторяю, апостола Павла всегда понимал, что любящим Бога все содействует ко благу, а любящий Бога человек, это человек во всем видящий промысел Божий. И история 37 главы, она переходит в 38 глава, здесь будет рассказано сейчас, которое мы с вами прочитаем, о Иуде, одном из братьев, как мы помним, это именно он. Тот самый Иуда сказал, давайте не будем убивать Иосифа, а продадим его в рабство. То есть он поступил так, что как бы пожалел его, но его жалость, она, видим, что она была с некой такой выгодой. Такое состояние коростолюбия часто не приносит людям, окружающим какого-либо блага, но люди, которые это делают, они ищут своего. Но о любви сказано, что любовь не ищет своего. Поэтому трудно назвать это любовью Иуды к своему брату, потому что здесь был поиск коростолюбия. И мы с вами читаем 38 главу. Здесь, как я говорил, рассказывается об Иуде, одном из братьев Иосифа. В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного Адала Митянина, которому имя Хира. И увидел там Иуда дочь одного ханьянина, которому имя Шуа. И взял ее и вошел к ней. И она зачала, родила сына, и он нарек ему имя Ир. И зачала опять, родила сына, нарек ему имя Анан. И еще родила сына, и нарекла ему имя Шелла. Иуда был в Хизиве, когда она родила его. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему имя ей Фомарь. Ир, первенец Иудин, был неугоден перед очами Господа и умертвил его Господь. И сказал Иуда Анану, войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему. Анан знал, что семя будет не ему. И потому, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было перед очами Господа то, что он делал, и он умертвил его. Такая история об Иуде. Мы видим, что сказано, что он отошел от братьев своих, поселился в другом месте. У него был друг, язычник, адаламитянин. Он, подружившись с этим язычником, берет жену из языческого племени, что, в общем-то, было в некой степени нарушением закона, который тогда был в Израиле. Мы помним, что причина потопа, которая описывается в шестой главе книги Бытия, была именно та, что сыны Божиих входили к дочерям человеческим. То есть, мы говорили о том, что Бог разгневан был на то, что были смешанные браки верующими людьми с неверующими дочерями. То есть, сыны Божии, как мы говорили, это были потомки Сифа, а дочери человеческие были каенитки, были язычницы. Из-за этого Бог прогнился на них. Как мы помним прежнюю историю, то и причина, в общем-то, потопа, где сказал Господь не вечно быть пренебрегаемым ему духу, причина потопа, она именно была в этом. То есть, это нам такая подсказка, что нельзя смешивать духовное с мирским, потому как сказано в Священном Писании, что дружба с миром — вражда против Бога. Иуда идет, в общем-то, приступает эту заповедь, берет себе жену из язычниц, но сначала показывается, что он подружился с другом, был у него друг, как сказано о нем, а доломинянин хира. И здесь можно вспомнить слова псалмопевца Давида, которые в той или иной мере повторяются смыслово у и премудрого экклезиаста, и апостол Павел их напоминает, что дружба с миром, как я уже сказал, вражда против Бога. И другое то, что худые сообщества развращают добрые нравы. То есть мы видим, что рождаются здесь сыновья. Один несказанно причина — Ир, первенец, почему он был неугоден Богу. Я думаю, что часто в Священном Писании не упоминается тот или иной грех, потому что он очень омерзителен. И для того, чтобы это задраза даже упоминания о нем не распространилось, то это умалчивается. Но об Анане говорится, что он должен был восстановить семя брату своему. Таков был закон тогда в народе израильском. И многие толкователи, кстати, Священного Писания, в том числе даже и если посмотреть там Медраши, иудейские толкователи, они говорят о том, что вот этот обычай восстанавливать семя брату своему, если умирает, например, муж, то он исходил именно от Иуды. То есть он, Иуда, это впервые встречается здесь и в Библии, такое правило, именно он ввел такое правило, что должно было восстановлено быть семя. Далее мы видим, что Анан был неугоден Богу, потому что он, прежде чем входить к жене, к Фамаре, то изливал семя свое и не хотел восстанавливать семя брату своему, то есть продолжение рода. Это известный нам сегодняшний грех, грех, который называется, когда мы исповедуемся как грех рукоблудия, он очень распространен сегодня в мире, как и многие другие грехи. Будем помнить, что здесь в Священном Писании говорится в 10 стихе, что это зло перед Богом, перед очами Господа, что он делал, и Бог умертвил его. То есть здесь ветхозаветная заповедь, впрочем, она и распространяется на сегодняшний мир, что грех всегда в той или иной мере приносит смерть. Итак, в действительности преподобный Анкасиан пишет по этому поводу следующая цитата. «Блудные страсти, их три вида. Первый совершается через совокупление одного пола с другим. Второй производится без смешения с женщиной, за что, как сказано, от Господа был поражен Анан, сын патриарха Иуды, и что в Священном Писании называется нечистотой». В этой связи, продолжает преподобный Анкасиан апостол, пишет «Безбрачным же и вдовцам говорю, хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздерживаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Третий вид совершается в уме и в сердце. Об этом Господь сказал, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодевствовал с ней в сердце своем. И так заключает преподобный Анкасиан словами апостола Павла. Он видит здесь три вида, как пишет об этом апостол Павел. «Умертвите земные члены ваши, блуд, то есть блуд — это прямое нарушение, то есть совокупление с человеком другого пола, нечистоту — это как раз грех мастурбации, грех, как его называют, рукоблудие». И далее апостол пишет «блуд, нечистоту и похоть». А похоть — это желание о том, о чем сказал уже преподобный Анкасиан, то есть кто смотрит с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Конец цитаты. Так пишет преподобный Анкасиан. И далее мы с вами читаем 11-12 стих. «И сказал Иуда Фомари, невестке своей, живи вдовой в доме отца твоего, пока подрастет Шела, то есть у него был еще и третий сын, сын мой, ибо он сказал, не умер бы, и он подобным братьям его. Фомари пошла и стала жить в доме отца своего». Прошло много времени. И умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел в фавну к стригущим скот его там, и Хира, друг его, Адаламитянин. Мы видим, что неоднократно употребляется это слово, что и друг его, и был друг его этот язычник вместе с ним. Снова-снова вспоминаете слова, что худые содружества, с кем ты поведешься, того и наберешься, или худые сообщества, развращают добрые нравы. И увидели Фомарь, говоря, вот свекор твой идет, то есть Фомарь, она ждет, что обещанного она должна быть, она за человек, который был замужем, теперь по правилу Иуды, который он ввел, она должна выйти замуж, была за среднего сына, он умирает, и теперь она ждет, когда подрастет младший. Вот младший уже подрос, но прошло, как сказано, много времени, но ничего не предпринимал, чтобы продолжился род Иуда по отношению к Фомаре. Он как отправил ее к родителям своим, так на этом успокоился, поразмышляв по-человечески, ну, лишь бы только вдруг эта смерть как-то связана с Фомарию. Мы видим, что Иуда предается такому размышлению, которому сегодня предаются сейчас современные люди, что зло зависит якобы только от людей. И здесь Иуда забывает о том, что над всем есть еще и промысел Божий. Он это не берет в расчет, для него важны только какие-то правила по человеческому его размышлению. И далее, как мы и прочитали уже, и увидели Фомаре, говоря, «Вот свекор твой идет в Фомну, стричь скот свой, и сняла она с себя одежду вдовству своего, покрыла себя покрывалом, и, закрывшись, села у ворот ей на има, что на дороге в Фавну, ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. И увидела ее Иуда, и почел ее заблудницу, потому что она закрыла лицо свое. Он поворотился к ней и сказал, «Войду я к тебе», ибо не знал, что это невестка его. Она сказала, «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он сказал, «Я пришлю тебе козленка из стада». Она сказала, «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал, «Какой тебе дать залог?» Она сказала, «Печать твою, перевесть твою и трость твою, которая в руке твоей». И дал он ей, и вошел к ней, и она зачела от него. И встав, пошел, вошла, снялась с себя, покрывала свое и оделась в одежду вдовства своего. Такой шаг предпринимает здесь Фомарь. Она видит, что Иуда пренебрегает ей, она видит, что он не хочет по закону, который, в общем-то, в некой мере по промыслу Божию он вводит в народе израильском, тем, что она должна была отдана быть его младшему сыну. Обещание он свое не сдерживает. И вот Фомарь, имя, кстати, Фомарь переводится как «финевиковая пальма» или «смоковница». Здесь можно в той или иной степени провести параллель с той самой смоковницей, к которой подошел Иисус Христос и не нашел на ней плода и сказал «Проклято ты». Потому как мы видим, что намерение Фомарь здесь не в похоти, как, например, в ее бывших мужьях. Один творил зло вообще непонятно какое, другой творил зло рукоблудия. Но Фомарь не ищет похоти, она не ищет какого-то плотского соития, ради плотского соития. Она думает лишь об одном — о продолжении рода. И единственным мотивом того, что она выходит навстречу Иуду, одевшись в блудницу, это продолжение рода. Итак, Фомарь переводится, как я уже сказал, «смоковница» либо «финиковая пальма». Это наше слово, к которым мы привыкли. Имя Фомарь для нас не очень привычно, а вот имя Тамарь, то есть Тамара, это «ф» и «те», с греческого звучат, они в септуагенте переводят с септуагента «феос», «теос», «бог», так и «фомарь», «тамарь». То есть это имя Тамара. Отсюда оно берет свое начало иудейских корнях иудейского происхождения. Итак, например, по этому поводу Кирилл Александрийский пишет и вошел к ней, она зачала от него об Иуде и этих событиях. Цитата. «Слыша это, никто да не осуждает Фомарь. Как я уже сказал, она служила в этом случае орудием промысла, отчего ни она не подверглась какому-либо порицанию, ни Иуда не предан осуждению. Простираясь от этого места, далее ты увидишь, что от детей, родившихся у нее, ведет свой род Господь наш Иисус Христос. Кроме того, два сына, рожденных Иудой, преобразовали два народа и были предизображением жизни иудейской и жизни духовной». Так пишет. Среди Леонзлатоуст пишет по этому поводу. Следующая цитата. «Обратим внимание, пишет он, на то, что даже блаженный пророк Осия взял себе в жены блудницу и не отверг столь позорного брака, а назвал себя отцом ненавистных детей, чьими именами были немой народ и непомилованные». И я не замедлю разобрать, что это значит и почему таким образом произошло. Поскольку те, которые считались знатью среди израильтян, противились проповедям пророков и не принимали Слово Божие. Они узнали, что больше не будут избранным народом, но будут причислены к тем, кто не заслуживает милости». Поэтому там даются и такие имена. «Немой народ» и непомилованные после этого брака. «Кто не заслуживает милости, поскольку были упомянутыми, упрямыми и непокорными. Понимая теперь способы домостроительства, в то время мы, естественно, избавим от порицания и обличения в прелюбодеянии Фомарь и тем более Иуду. И скажем, что их связь была скорее частью Божьего домостроительства, ибо Фомарь желала свободного потомства, будучи лишена законного супруга. Иуда же не был повиден в большом грехе, потому что, если хотел, мог сойтись с другой женщиной после смерти своей первой жены». То есть он был вдовцом. И далее продолжает святитель. «Так что эта связь и телесное рождение начертывает прообразы духовного общения и умственных родов, ибо человеческий ум не мог бы быть приведен к истине лучшим способом». Конец цитаты. То есть в Священном Писании и в жизни людей мы часто привыкли рассуждать сквозь призму секулярного гуманизма или какой-либо, может быть, психологии современного мира, но у Бога все не так. Сказано в Священном Писании, мои мысли, не ваши мысли, и мои пути, не ваши пути. Есть такие загадки и тайны, которые для нас бывают очень часто для человеческого мышления непонятны. И когда они становятся непонятны, я бы хотел здесь вспомнить слова Владимира Соловьева, русского мыслителя, славяна Фила. Он писал так в книге о богочеловечестве. «Не ко всему нужно прикладывать деревянный аршин ума своего». Мы думаем, что именно так, и по нашему рациональному, даже с точки зрения моральному представлению о жизни людей, что должно быть именно так, но Бог снова и снова повторяет «Мои мысли не ваши мысли, и мои пути не ваши пути». Бог как-то все устраивает. Иногда порой так, что мы думаем «Господи, ну как же?», а Он говорит «Именно так». Мы говорим «Почему?», а Он нам отвечает «Ибо я Господь». Это Его воля. Итак, мы видим, что события дальше продолжаются следующим образом. Надо понять еще интересный здесь такой факт, что Иуда, если бы хотел совокупиться просто ради какого-то такого-то ритуального вожделения, то, наверное, он нашел бы другую блудницу. Дело в том, что блудницы были блудницам рознь. Одни блудницы, которые сидели у ворот, они наряжались в определенный наряд, другие, у других же был другой. То есть было различие ритуальных блудниц и просто те, которые выходят там из-за какой-то нужды, и поэтому из материальной нужды, и поэтому здесь Иуда, видя ее, что она не ритуальная блудница, сразу говорит «Я тебе дам козленка», но она это все отвергает. Ну, это такое небольшое просто уточнение, что были разные формы, и что Иуда не впадает в это состояние отступления. То есть ритуальная проституция – это было совсем другое. Там было поклонение другим богам, были страшные оргии, ничего общего не имело вот с тем состоянием, в которое, в общем, впал Иуда. Итак, мы читаем далее. «И встав, пошла, сняла себя, покрывала. Иуда же послал козленка через друга своего, опять упоминается несколько раз этот друг, через друга своего адаламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее, и спросили жители того места, говоря, где блудница, которая была в Янаме при дороге, но они сказали, здесь не было блудницы. И возвратился он к Иуда и сказал, я не нашел ее. Да и жители вместо того сказали, здесь не было блудницы. Иуда сказал, пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться, вот я послал этого козленка, но ты не нашел ее. Прошло около двух месяцев, и сказали Иуде, говоря, Фомарь, невестка твоя впала в блуд, и вот она беременна от блуда. Иуда сказал, выведите ее, и пусть она будет сожжена». Что это за такое наказание, которое придумал здесь Иуда с сожжением? Было в Израиле побиение камнями, но сожжение такого, чтобы живьем кого-то сжигали, это было только у язычников, такого мы не встречаем, чтобы это было в народе израильском, в прямом смысле этого слова по повелению Божию. Здесь на самом деле есть неточности перевода. На самом деле было сказано, если перевести иначе, посмотреть другие истолкования и другие переводы, например, ту же Септуагин, то слово «сжечь» — «выжечь» скорее. То есть речь о том, что Иуда говорит, что пусть ей поставят клеймо. Раньше блудницам, особенно ритуальным блудницам, ставили клеймо на лоб. И женщина ходила, и трудно было ей как-то это скрыть, потому что волосы все забирались назад. Между прочим, оттуда пошла эта мода носить челки по бровям. То есть блудницы носили эти челки по бровям, чтобы скрыть это клеймо ритуальной блудницы. Поэтому здесь идет речь не о сожжении живьем, а о повелении Иуды, а именно о этом клеймении, то есть выжечь клеймо на челе. Но когда повели ее, мы читаем 25 стих. «Она послала сказать свекру своему, я беременна от того, чьи эти вещи, и сказала, узнавая, чья это печать и перевесть и трость, Иуда узнал и сказал, она правее меня, потому что я не дал ее шеле, сыну моему, и не познал ее боли». То есть мы видим, что Иуда здесь понимает свою вину. Он оказался так облечен, как мы помним, что однажды, когда царь Давид согрешил с Версавией, если вспоминать это событие, то к нему был послан пророк. И тогда пророк начал говорить, рассуди, вот если у одного человека было много овец, и к нему пришли гости, а он пошел и у бедняка взял одну овцу и сказал, по своих много, сто пожалел, одну овцу забрал, последнюю, и сказал, приготовьте из нее, как ты думаешь, что сделать с этим человеком. Давид тогда в гневе встал и сказал, да предать смерти, как это так, последнюю забрал. Тогда пророк обличил его и сказал, ты этот человек, потому что ты взял единственную у друга своего. И здесь Фомарь, как прообраз этих событий, что здесь такое есть общее, она тоже обличает свою свекру и говорит, ты не дал мне то, что обещал, и теперь я вот беременна, чьи эти вещи. И Иуда понимает и говорит, да, теперь я понял. Иногда для людей, чтобы они что-то поняли, необходимы какие-то события, слова не действуют, то есть какие-то события, которые дают, как говорят сегодня в современном мире, некую встряску. Вот для Иуды это было таким обличением и встряской его внутреннего мира. И он говорит, да, она правее меня. Далее мы читаем с вами. Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее, и вот время родов ее показалась рука одного, и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав, это вышел первый. Но он, возвратив руку свою, и вот вышел брат его, и она сказала, как ты расторг себе преграду, и наречено имя ему Форес. Потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено ему имя Зара. Такие мы встречаем события здесь, действительно удивительные по своему изложению. Два сына рождаются у Фомарь. Один, как мы видим, Зара, то есть сияние, переводится как сияние и блеск, и другой сын, как мы с вами прочитали, Форес, то есть он был потомком царя Давида. Именно от Фореса свою родословную берет и потомок царь Давид и Господь наш Иисус Христос. Видим здесь события, и хотелось бы обратиться по этому поводу к отцам церкви и зачитать некоторые, может быть, стихи. Например, скажем, святитель Иоанн Златоуст так и пишет, что в этих событиях есть нечто то, что не поддается рассуждению человеческого разума. И так, действительно, мы видим, что рождаются два человека, Форес и Зара. И первый вытаскивает, первый как бы появляется с красной этой нитью, это как раз Зара. Но потом вышел брат его с красной нитью на руке и наречено ему Зара. Зара здесь еще и представляет собой, вот Климат Александрийский пишет по этому поводу, народ иудейский. А вот эта вот красная нить, которая на запястье, она указывает на то, что народ израильский пролил невинную кровь своей рукой у Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. А Форес действительно, как потомок Христа, преобразует собой именно Спасителя. Сегодня у нашей молодежи есть такая мода носить эти нити, как некие так обереги на запястье, говорят, что там от сглаза, хочешь найти жениха. Я прочитал там целую инструкцию, надо привезти только из Израиля. Ее подарить нельзя, самому сделать нельзя. Нужно как только и только купить, какой-то такой суеверный бизнес-проект. На самом деле, хочу сказать, что если из православных кто-то носит подобные нити, прочитайте эту историю и подумайте о том, что означало она в этой истории. Это как раз означает, что Зара была эта нить, он как бы первенец, он должен был выйти первым. Но, как сказано в Священном Писании, что первые будут последними, а последние будут первым. Поэтому выходит Форес, и он, будучи уже, как мы с вами прочитали, потомком Давида и потомком самого Спасителя, показывает, что промысел Божий и что, как мы и говорили, промысел Божий всегда давлеет над человеческой рассудительностью. Хотя человеческая рассудительность необходима, но человеку нужно помнить, что Господь говорит, что мои мысли не ваши мысли, и мои пути не ваши пути. Субтитры создавал DimaTorzok